Какой магией не стоит заниматься? Давайте я сегодня расскажу в нескольких словах, чем бы я не рекомендовал заниматься человеку, который идет по пути магии, который пытается что-либо делать. Итак, первое, что не нужно делать в магии, это обращаться к прошлому. Объясню вам почему. Эти воспоминания есть волны времени. В случае, если вы сейчас что-либо вспоминаете или занимаетесь воспоминанием, вы фактически мгновенно становитесь старыми. Понятно? Расстановки, бесконечное ковырение в прошлом, в этот момент запрещены. Заниматься этим ни в коем случае нельзя. Дело в том, что если этим сейчас заниматься профессионально, то вы будете прямо на глазах стареть. Вы можете не поверить мне и просто сесть где-нибудь дома вечером и попытаться сфотографировать себя до воспоминаний и через час после воспоминаний. Вспомните что-нибудь плохое и обратите внимание на то, насколько быстро вы постареете. Вот какой ужас. Я вообще вам могу сказать, что человек, когда стареет, то скорее всего на него влияет Меркурий и скорее всего этот человек часто вспоминает. Поэтому хотите быть вечно молодыми, живите так, чтобы у вас совершенно не было ваших воспоминаний. Старайтесь делать так, чтобы воспоминания вас отпускали. Как это необходимо делать и для чего? Давайте теперь я расскажу это на приеме, на примере таком. Очень часто говорят, мысли человека, они слишком мощны и они могут изменить все в жизни. Человек может контролировать и это даже лучше, чем мысли человека настолько сильны. Это как рычаги. Они могут помочь человеку жить, быть здоровым и даже поддерживать свою жизнь. Считаю, что человек, который бесконечно ковыряется в прошлом, рано или поздно разрушит свою судьбу. Друзья мои, не делайте этого. Из-за этого основные заболевания. Чем больше прошлого в твоей жизни, тем сильнее ты начинаешь болеть. Чем? Могу вам сказать, если прошлое занимает у вас на протяжении дня 2-3 часа, ждите, начнут болеть суставы. Если 3-4 часа, начнут болеть позвоночник. Сначала поясничный отдел, потом верхний отдел и позвоночника. Если дальше будут всплески гипертонии. Если воспоминания хорошие или плохие, неважно, то в дальнейшем начинают появляться еще и тяжелые заболевания. Прошлое – это мир мертвых. Вы пускаете, когда вы выпускаете из мира мертвых давно умершие воспоминания. Они ничему не нужны, ни для чего не существуют, и они ничего создать не могут. Ни одно из воспоминаний не может ничего создать для человека. Это не может быть ни фундаментом, ни желанием. Оно не создает ничего. Любое воспоминание, хочет этого человека или нет, даже самое приятное создает только страдание. Поэтому, чем чаще вы вспоминаете, особенно во время того, когда Меркурий на вас действует, тем быстрее вы умрете. Поэтому, хотите выглядеть молодыми, хотите жить долго, переставайте вспоминать. Как можно избавиться? Отвлекайтесь. То есть, вот раньше было так, что же сейчас у нас тут происходит? Резиночку одевайте, как я рассказывал, на первой ступени. Когда я отдыхаю и вижу первый раз что-либо, я стараюсь это делать не через призму фотоаппарата, а стараюсь это делать так, чтобы мои глаза увидели и запомнили это. Для чего? Жизнь коротка. Упустив этот момент, можешь его потом только вспоминать. Но когда вспоминаешь, это все равно не то, как если бы ты мог им насладиться. Наверное, второе, о чем бы я хотел сегодня сказать, что там в эзотерике такое популярное говорят. Очень часто говорят о том, что необходимо обязательно ставить программы онлайн. То есть, говорить себе, я богат. Но если рассмотреть этот вопрос или этот ответ, который я себе буду внушать, то слово я богат будет являться утверждением. Любое утверждение, особенно я богат, будет обманом, потому что я на самом деле не богат. А как я говорю в концепции первой ступени, любой обман для человека является первопричиной появления у него депрессивных состояний и панических атак. Поэтому, чем чаще вы будете произносить себе ложь, я богат, я умен, я красивый, я здоров, тем меньше у вас будет возможности в жизни быть счастливым. Потому что это все ложь, которая в дальнейшем приведет вас к разочарованию, боли и тяжелым последствиям. Кто такие настоящие эзотерики? Настоящие эзотерики – это те, кто не могут быть без работы, это те, кто не могут быть без денег, это те, кто не могут быть без мужей и жен, это те, кто не могут быть больными, это те, кто не могут быть теми людьми, у кого не продается в магазине. Почему? Все это позволяет решить эзотерика. Кто такие эзотерики? Это невероятно здоровые, успешные, любимые, невероятно семейные, потрясающие, хорошо себя чувствующие люди.